И снова здравствуйте, доброе утро. С вами снова я Марина Морлок. Сегодня чудесное утро понедельника. Я знаю, как все очень любят утро понедельника, рабочие граждане. Сегодня сейчас девять часов. Я собираюсь на работу. Слава Богу, мне на работу в десяти. У меня еще время, чтобы, короче, выпить кофе и снять видосик. В общем, вчера я уже... Какая тема видосика? Я, естественно, в восторге от инициативы нашего правительства относительно повышения пенсионного возраста. Я вчера уже сняла видос на эту тему, но он оказался крайне эмоциональный. Слишком много эмоций у меня было включено. Слишком жестко я высказалась. И я боюсь, что дети моралофаги и дети моралофагов, посмотрев мое видео, могут на меня нажаловаться. Это видео может заблокировать YouTube, поэтому я снимаю еще раз. Старое видео, наверное, будет либо доступно по ссылке, либо я его буду открывать в вечернее время суток, чтобы дети моралофагов не испытывали тяжелого стресса. Странно, почему-то люди не испытывают тяжелого стресса при подъеме, при принятии очередных странных законов, непонятных, ухудшающих жизнь людей. Но от моих видосиков моралофаги постоянно испытывают какой-то жидкий стресс и попу-бой. В общем, петицию мне пишут, пишут петицию. Петицию уже подписала вчера вечером против подъема пенсионного возраста. А блок... Так как я работаю на заводе, к сожалению, мое руководство не поймет, если я буду ходить на акции протеста. Тем более, живу я в сельской местности, акции протеста здесь не проходят. До крупных городов ехать далеко. Поэтому я буду так пассивно протестовать, снимая эти видосики. В общем, я просто испытал душераздирающий восторг, узнав, что наши глубоко уважаемые члены правительства и Госдумы, решили принять очередной чудесный закон, который просто должен вдохновить и мотивировать россиян. Решили поднять пенсионный возраст. Вот. Как я уже смотрела, короче говоря... Пенсионный возраст был... Планировалось, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет. При средней продолжительности жизни у нас 72 года. А женщины будут уходить в 63 года. Вот. А то очень, как бы сказать, зажрались россияне. Мало стали работать. Почему я против этой пенсионной системы, этой пенсионной реформы? Почему я против? Во-первых, первое... Почему мне это не нравится? Во-первых, потому что мы не рабы. Мы не обязаны работать до тех пор, пока мы разбалимся. То есть, типа, указ такой, вы слишком много жируете, слишком много россияне отдыхают, слишком много из бюджета на них денег тратится, тех денег, которые можно было бы потратить там на писечки, на золотые унитазы, потратится на пенсию. Пенсия у нас и так нищенская, особенно в провинции. Как я уже говорил, у нас люди на пенсии не живут, а выживают просто. На грани выживания находятся. Вот. И у них решили отобрать последнее. То есть, решили, что и так они слишком хорошо живут. Сделаем мы пенсионный возраст такой, что для него будет сложно даже реально. Реальные в России такие. У нас тяжелый очень климат. Нас любят нас сравнивать с западом, но у них климат намного меньше. Не нужны такие конкретные дома с отоплением в течение четырех месяцев. Потому что нам стопить нужно с ноября по март. Даже с середины октября по середине апреля. У нас полгода отопительный сезон. Вот. У нас тяжелый климат. У нас серьезная тяжелая зима. Холод. Тьма. Вот. Это все очень сильно подкашивает людей, которые вынуждены за блинную зиму несколько раз успевают переболеть простудными заболеваниями. От этого они... Снижается иммунитет, общее самочувствие человека. И люди раньше стареют. Да. У нас стареют раньше, чем в Европе. В том числе и по климатическим особенностям. Какая бы северная страна, темная, холодная. Вот. Это первое. Второе. У нас такая медицина. То есть платная медицина у нас доступна далеко не всем. И я бы не сказала, что она прям очень хорошая. А бесплатная медицина у нас очень как бы отстает от развитых стран. Так как там огромные очереди все время в поликлиниках. Пользоваться бесплатной медициной могут только действительно очень больные и неработающие люди. Потому что, я говорю, меня, например, сработают. Потому что я вынуждена платно лечить зубы, платно сдавать. Меня не отпускают. Меня не оплачивают. Никакие больничные. Если что-то берешь, то за свой счет. И то очень проблематично у нас это все будут сдать. Могут и уволить, как бы сказать. Вы не выполняете план продаж. Вас нет постоянно на рабочем месте. Мы вас уволим. Возьмем того человека, который не болеет. И это не только мои работодатели. Это большинство работодателей. То есть, если будешь часто отпрашиваться, болеть, куда-то уходить. Для турбу, то возьмут какого-нибудь более молодого, там, 25 лет здорового. Не болеющего человека, у которого нет детей и которому не нужно давать больничный. Вот. Это политика практически всех коммерческих организаций. А у нас большинство людей работает в коммерческих организациях. Исходя из этого, у нас людям старше 40 лет уже проблематично устроиться на работу. Требование большинства работодателей такое, чтобы человек был не старше 40 лет. Там требуют от 20, вот, любимый возраст работодателя от 23 до 35 лет. То есть, я уже скоро выйду в тираж. Я поэтому и работаю. Я хочу доработать там хотя бы лет до 40. Прежде чем меня выкнут. Потому что после 40 лет найти работу нормальную. Не дворником-сторожем, или каким-нибудь продавцом газет в пиоске, или охранником туалета общественного, который там бумажку складывает в кренделя. Вот. А нормальную работу после 40 лет найти очень проблематично. Потому что в России производства как такового нет. Бизнес в России зажат в такие тугие тиски, что либо там занимаются каким-то отмыванием денег. То есть, какие-то там есть мошеннические схемы и финансовые пирамиды. Либо те, кто честно зарабатывает свои деньги, стараются из своих сотрудников выжить по максимуму. У меня об этом, кстати, так прямым текстом и говорят вот на последних местах работы. Что мы вот тебе там платим, допустим, по 1000 рублей в день. Ты нам должен приносить как минимум по две. То есть, ты должен зарабатывать две. Из этих двух, которые ты зарабатываешь, мы тебе будем 1000 платить в качестве зарплаты. То есть, если у человека уже нет в 40 лет, там, в 40 лет у многих уже просто тупо нет здоровья, для того, чтобы, извините за выражение, въебывать там на работе, блин. Для того, чтобы там многие ездят на двух электричеств, там, по 3-4 часа тратят на дорогу, потому что в провинции работы просто тупо нет. Я говорю, после 40 лет это уже тяжело. Вот. Я говорю, мне уже тяжело. То есть, если я там в 25-27 я ездил на работу в Москву, то сейчас я уже не могу, я уже очень устаю от этого, я уже не могу этого выдержать. Вот. А в провинции у нас зарплаты маленькие. Вот. И даже за эти маленькие зарплаты идет большая борьба. То есть, за рабочие места даже с маленькими зарплатами. Потому что в провинции работы практически нет. Я говорю, во многих городах, вот, типа Карабаново, там, закрылось последнее текстильное предприятие недавно, и там просто людям негде работать. Вот. На дело в больших земли, как у крепостных крестьян в давние времена, у нас тоже нет. Купить, блин, какой-нибудь участок, задолбаешься на него, налоги платить. Так вот. После 40 лет работники особо никому и не нужны. К чему приведет эта реформа? Потому что людей многих и сейчас, и в дальнейшем будут увольнять, когда они достигнут там какого-то возраста лет 40-50, на их место возьмут каких-нибудь молодых гастарбайтеров. А этих пожилых, так скажем, 40-летних, 50-летних выпрут нафиг. И они будут доживать до пенсии, до нищенских, как хотят. То есть, скорее всего, им придется тратить все свои накопления, возможно, продавать имущество. И к тому моменту, когда они начнут получать копеечную нищенскую пенсию, они будут реально просто буквально нищие полубомжи, скажем так. Вот. Это первое, что мне не нравится. Второе, если говорю раньше, сейчас у нас такая лицемерная политика. С одной стороны, тебе долго, давай, давай, рожай, 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 расширяй влагалище, давай больше людей, Россиюшка умирает, вымирает, давай больше рожать, с одной стороны. С другой стороны, никакой помощи не оказывается. Оказывается только помощь совсем малоимущим. И то в таком размере, что на эту помощь не прожить. Вот. Если раньше женщины выходили на пенсию рано, в 55 лет, и могли как-то помочь с внуками своим детям, то есть многих вырастила бабушка. Ну, меня фактически вырастила бабушка. Моего парня вырастила бабушка. Очень многих людей вырастила бабушка, потому что родители работали. Оба выращивали бабушки, дедушки. Многие лета, там, каникулы все летние вот эти длинные проводили где-то на дачах, в деревне, с бабушками, с дедушками. Почему? Потому что люди выходили на пенсию, у них еще силы какие-то оставались на то, чтобы заниматься с внуками, чтобы там дачи строить, чтобы детей растить там, заниматься какими-то огородами, кто-то живный даже какой-то разводил. То есть у людей еще были силы на это, на то, чтобы помогать своим детям, помогать своим внукам, вот свои силы вкладывать не все в государство, которое потом тебе даст просто пинка под зад, а вкладывать в свою семью. То сейчас, когда люди будут выходить на пенсию уже реально больными стариками, потому что, я говорю, у нас многие, особенно мужчины, особенно кто работал там на физической работе, на нервной работе, они в 65 лет уже больные старики. И они уже не смогут ничем помочь своей семье, своим детям, своим внукам. Им остается только вот реально копить на группу. Если раньше люди как-то надеялись, то скопили деньги как-то и надеялись, что они вот выйдут на пенсию, и хоть на пенсию они как-то немножко поживут, не как раненый бизон будет бежать с самого утра на работу, там от звонка до звонка там пахать на дядю, а хоть на пенсии у них там будет какое-то время для... хоть на пенсию у них будет в жизни время для жизни. Но сейчас у них и это отняли, у них и этого не будет, они будут просто пахать, 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 пока не сбокнут. Извините за выражение. Потому что государство так прямо по моим текстам говорит, нам не нужны люди вообще в России, нам нужны рабы, нам нужно больше работ, нам нужно больше рожать, и больше пахать, раньше помирать, чтоб пенсионный фонд не напрягать своим присутствием. Вот, собственно, что это такое пенсионная реформа и повышение пенсионного возраста. Меня вообще, честно сказать, глубоко оскорбляет такое отношение. К людям относят нас как будто мы какие-то военнопленные, как будто мы какие-то рабы или какие-то крепостные крестьяне. То есть, как бы, не такая политика. Раб должен работать, должен работать, пока не подохнет. Если раб не работает, нечего его кормить, нечего ему уделять. Даже те самые копейки, потому что пенсия в России реально, это копейки, которые хватает только на то, чтобы ноги не протянуть, но и их у нас хотят отнять, и их у нас хотят зажать. Это наглядно показалось в прошлом видео, но я боюсь, что цензура просто его удалит, либо меня потом затравит. Так, до этого, с видосами, которые я выкладывал, мне потом начали жаловаться. Особенно жаловались жители Карабанова. Говорят, вы плохо отобразили наш город. Там все хорошо, только работы нет. Жилой фонд устарел давным-давно. А в остальном там прекрасная маркиза, все хорошо. Только люди на двух электричках вынуждены ездить, блин, в другие города на работу, а в остальном все прекрасно. Ну, в общем, такие вот дела. Я категорически против таких законов. Посмотрите, сколько людей погибло во время революции, сколько людей погибло, отстаивая свои права на 8-часовой рабочий день, на пенсию, на жилье, на образование. И все это просто накрылось медным тазом в 90-е годы при смене власти. То есть мы не то, что до коммунизма как бы так и не дожили, хотя нам обещали, что все будет бесплатно, и все будет в кайф, и вообще не надо будет помирать. Сейчас нас потихоньку-потихоньку закручивают гайки и стараются отнять последние. Если люди как-то не очнутся, не начнут заявлять о своих правах, хотя бы устно заявлять, хотя бы подписывать петиции. Кстати, мне пишут, типа, а вы подпишите петицию, я ее уже подписала. Вот, если мы не начнем как-то требовать положенных нам прав, положенных нам пенсий, нам люди говорят, вот дефицит пенсионного бюджета. Извините, а куда сейчас уходят налоги, которые я плачу? Так, получаю, вот в чем получаю, такой прикол, что, смотрите, живу я в квартире, в которой мне, ну можно сказать, там досталась большая часть средств, денежных на жилье, досталась мне по наследству. То есть это то, что заработали мои родители, бабушки с дедушкой, вот это заработали, а все. Вот это там, где я живу. Училась я платно, зубы лечу я платно, анализы сдаю я платно, потому что меня с работы не отпускают. Как собственник жилья я постоянно плачу там за капремонт, еще там за что-то, за постоянные какие-то, блин, поборы там вот эти, то капремонт, то еще что-то, то блин, за свет заказ, за все я плачу из тех денег, которые я зарабатываю. Что еще я должна государству, что еще мне такого должно, дало государству, что мне вообще такого дало государству, что я ему постоянно что-то должна. Реально, у меня постоянно время такое ощущение, что меня купили где-то как раба, и теперь государство за то, что он меня там содержит, я должна ему как-то там что-то отрабатывать. Вот такое ощущение, хотя на самом деле мы не рабы, и люди России должны понять, что они не рабы, они должны высказывать свою гражданскую позицию всеми законными способами, и настаивать на то, чтобы их права не нарушались, потому что в последнее время нам внушают, вы рабы, вы должны, должны рожать, должны платить за все из своего кармана, непонятно только где вы будете зарабатывать, когда большинство, блин, заводов у нас стоят заброшенными в провинции. И еще и должны работать, вот в этот раз новая идея, должны работать, пока ноги не протянете, потому что слишком рано на пенсию ходить. А вот те налоги, которые я сейчас плачу в пенсионный фонд, они куда уходят? Я себе уже не заработала на пенсию, я уже работаю больше десяти лет, больше десяти лет плачу налоги. У меня родители умерли вообще не дожив до этой пенсии, не получив ни копейки от пенсионного фонда, и что теперь? Теперь получается и государство им ничего не должно. То есть, получается, если они жили-жили, пенсию не получали, куда их пенсия ушла? Непонятно куда, они ничего не написали, никаких расписок, никаких завещаний. Мне сказали, что они написали завещание, там, можно было бы как-то получить, но они ничего не написали, потому что они ничего не знали. И ничего не получили. В общем, политика такая, хрен вам они в пенсии. Я это уже высказала вчера, время у меня мало, мне нужно собираться сейчас на работу, поэтому я вынуждена несколько заканчивать свой рассказ. В общем, что я говорю, пора начать говорить о своих правах, подписывать петиции, выходить на улицу, если вы живете в крупных городах, и не допускать ущемления прав. Как вот любят нам говорить, вот деды воевали, деды вот за вас там умирали, и прадеды воевали, и прапрадеды там в гражданскую войну воевали во время революции, сколько погибло людей за то, чтобы у нас сейчас были какие-то права, права на пенсию, на образование, на медобслуживание, на доступное жилье. И сейчас у нас вот эти последние права год за годом так плавно, потихоньку, потихоньку пытаются нас лишить этих прав, и, конечно, задача российского общества проснуться наконец-то, осознать, что вы не рабы, вы не должны, если государство вам ничего не должно, не дало, вы ему не должны отдавать там постоянно какие-то отчисления в пенсионный фонд, отдавать годы своей жизни, а получать потом только, блин, извините, заражение хрен наворотник. Вот. Пора осознать свои права, как-то очнуться и начать заявлять о них. Вот о чём я говорю. Скачивайте мои видосы, потому что уже меня предупреждали, что на мой канал жалуются постоянно и могут закрыть. Мне некоторые даже написали, что они будут рады увидеть, что мой канал закрыли. Так что скачивайте, ребята, ставьте лайки, антилайки. Всем спасибо. И, блин, всем стойкости желаю. Всем счастливо. И удачной рабочей недели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок